Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня финансовый гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2024 года для всех знаков зодиака. Овны! В начале этой недели не забывайте о себе и балуйте себя даже самыми незначительными мелочами. Учитывайте не только интересы своих близких и родных, но также и свои. Благодаря этому вы можете добиться неимоверных финансовых высот в любом деле, за которые возьмётесь на этой неделе. Во вторник и в среду совершайте сделки с недвижимостью. Вы можете очень выгодно приобрести какое-то имущество, либо с хорошей скидкой, либо за бесценок. Все люди, которые вам встретятся на этой неделе в четверг и в субботу, могут помочь вам в дальнейшем заработать хорошую финансовую подушку. Слушайте их внимательно. Они подскажут, куда и во что можно вложить деньги. Сейчас каждый шаг будет делать вас успешнее, опытнее и богаче. В субботу можно совершать покупки через интернет, в том числе и за границей, потому что на этой неделе удача вам благоволит. Тельцы. На этой неделе вы будете очень много трудиться. В понедельник и в среду ваша работа не принесёт вам денег, но всё, что вы будете делать в эти дни, приведёт вас к финансовому благополучию. Главное – задайтесь целью и двигайтесь к ней. Во вторник ваши знакомые будут втягивать вас в различные авантюры и приключения. Любопытство сейчас может стать для вас очень опасным. Вы можете на этом потерять очень много денег. Поэтому постарайтесь воздержаться от трат. В четверг и в пятницу деньги будут идти в ваши руки ровно и спокойно. Но только в том случае, если вы не будете никому давать в долг. В это время также вам стоит воздержаться от использования кредитных карт. А во второй половине этой недели вас ждут непредвиденные расходы, но они все будут необходимы. В воскресенье можно посвятить поиску новых источников дохода. Близнецы. Если близнецы хотят приумножить свои финансы, то в понедельник и во вторник необходимо провести ревизию всех своих вещей, избавиться от ненужного. Некоторые можно продать через интернет, а некоторые просто выбросить, чтобы улучшить финансовый поток. В понедельник и среду можно посвятить переосмыслению своих доходов и расходов. Лишние деньги в этот период лучше не тратить. Тем более не стоит сейчас организовывать праздники на широкую ногу. А если вы планируете крупные покупки на этой неделе, то их лучше запланировать на четверг или субботу. Не стесняйтесь спросить скидку. Деньги, которые вы получите в пятницу и в субботу, не стоит откладывать. Если у вас есть долги или кредиты, лучше погасите и вложить деньги туда, чтобы не потратить их на что-то ненужное. Раки. В понедельник и во вторник можно потратить деньги на покупку крупной бытовой техники. В эти дни можно проводить сделки по продаже или покупке автомобиля. Не стоит на этой неделе менять работу и уходить с тех условий труда, которые у вас существуют. Но присмотреть новую работу или сходить на собеседование можно в пятницу. Вообще во второй половине этой недели вы сможете прекрасно зарабатывать, чтобы компенсировать все расходы. Но ограничьте себя в мелких покупках, потому что вам деньги скоро потребуются. И не стоит на этой неделе экономить на близких людях, а также на домашних питомцах. Уделите им больше внимания. Сделайте подарки детям и родственникам. А в выходные откажитесь от покупки товаров через интернет. Никуда не вводите свои банковские данные. Есть риск нарваться на мошенников. Львы. Начало этой недели принесет вам удачу в решении многих вопросов. И в том числе финансовых. Вы будете уверены решать различные задачи, связанные с деньгами. Крупные дела и покупки лучше запланируйте на вторник и на среду. Если вы сами планируете что-то продавать, то выставлять на продажу лучше в понедельник и во вторник. Эта неделя станет для вас прибыльной и плодотворной. Вы сможете заработать больше, чем потратите. В среду и в четверг решайте любые банковские дела. Вы можете открыть вклад, начать накопление, даже увлечься инвестированием. Постарайтесь во второй половине этой недели не разбрасываться деньгами. И не стоит заниматься благотворительностью и из жалости помогать людям. Вы можете отдать им слишком много и ничего не получите взамен. Деньги, которые к вам придут на этих выходных, постарайтесь отложить, потому что в будущем вы сможете их вложить в свое дело или в развитие. Девы, в понедельник вы наконец-то поймете, зачем вы раньше вкладывали деньги. Вы получите первые дивиденды или результат. И ваша жизнь как никогда станет стабильной и благополучной. В первой половине этой недели можно пойти обучаться работе с финансами и инвестированию. Вы научитесь управлять, копить, а также придерживаться нужной суммы в течение месяца. И правильно вкладывать остатки. В среду вы получите предложение по работе, которое принесет вам дополнительный заработок. Даже если вы достаточно зарабатываете, деньги не будут лишними. В пятницу и в субботу близкие попросят вас о материальной помощи. Вы можете помочь и удовлетворить их просьбу. Но все-таки делать это нужно в разумных пределах. Если есть возможность, ограничитесь советом. В воскресенье вы можете побаловать себя покупкой предметов интерьера или антиквариатом. Весы. В начале этой недели вы можете потратить очень много денег на одежду или косметику. Вам будет казаться, что у вас всего этого недостаточно. Хотя гардероб наверняка ломится от разных вещей. Постарайтесь не поддаваться соблазнам. И научитесь не только экономить, но и разумно тратить деньги. Если же деньги жгут руки во вторник и в среду, можно потратиться на приобретение транспортного средства, бытовой техники, гаджетов, которые вам действительно нужны. В четверг к вам, скорее всего, обратится друг или родственник, чтобы попросить денег в долг. Смело давайте и не сомневайтесь. Эти деньги к вам вернутся обратно, а ваша щедрость не останется без внимания и будет оценена по достоинству. Лучше эти деньги пойдут кому-то на пользу, чем вы их прогуляете в понедельник. Скорпионы В понедельник жадность скорпионов не будет знать границ. Вы будете жалеть денег даже на себя и можете экономить на самом необходимом. Это настроение ограничится только одним днем. На этой неделе денежный поток будет ровным и спокойным. Во вторник и в среду можно начинать ремонт. Лучше не чинить поломанные вещи, а купить новые. Постарайтесь в среду и в четверг не тратить деньги на мелочи, потому что, когда вам понадобится совершить крупную подкупку, денег у вас может не хватить и вам придется взять в долг. Скорпионам наконец-то удастся завершить какую-то важную работу, которая принесет большой доход. Вы плачиваете этими деньгами кредит или ипотеку, но также можете побаловать себя ювелирными украшениями. Благоприятные для этого дни пятница и суббота, а в воскресенье можете потратить деньги на здоровье или на спорт. Это все пойдет вам на пользу. Стрельцы Главными врагами вашего финансового благополучия в понедельник и во вторник будут необдуманные траты и покупки. Постарайтесь воздержаться от покупок на маркетплейсах. А если деньги необходимо потратить, то лучше потратьте их на близких или займитесь благотворительностью. Кто-то нуждается в ваших деньгах гораздо больше, чем вы думаете. Не стоит на этой неделе оформлять ипотеки или кредиты. Вы можете их отдавать гораздо дольше, чем запланировали. В среду и в четверг постарайтесь искать места, где много скидок и распродаж. Вы можете купить много необходимых вещей по самым выгодным ценам и хорошо при этом сэкономить. А в конце этой недели кто-то из знакомых предложит вам вложить деньги. Постарайтесь не увлекаться сразу этой идеей. Возьмите паузу и подумайте. Потому что существует вероятность обмана. Если выходные вы будете проводить вместе с друзьями, то учтите, что вы будете настолько щедры и будете готовы заплатить сразу за всех. Поэтому стоит все-таки себя как-то ограничивать. Козероги. В понедельник и во вторник ни в коем случае не давайте в долг даже родственникам. Вы не получите свои деньги не то что обратно, а рискнете из-за них влезть в собственную долговую яму. В среду вы сможете найти новые источники дохода. И руководство предложит вам повышение, или вы получите долгожданную прибавку к зарплате. Но деньги все-таки у вас появятся за счет экономии на мелочах. А главное, не экономьте на воспоминаниях. Балуйте себя приятными вещами и устраивайте себе праздники почаще. Если вы планируете крупные покупки, которые связаны с кредитом, то лучше оформлять их в четверг или в пятницу. Также в эти дни можно оформлять сделки по покупке или продаже недвижимости. В выходные не будьте расточительными, рассчитывайте свои расходы по доходам и постарайтесь разобрать ненужный хлам из дома или продать его через интернет. Водолеи. Неожиданные расходы ждут водолеев в понедельник и в среду. Вы их никак не ожидали. Поэтому если вы копили деньги на черный день или для покупки мечты, то вам придется их потратить. Только не стоит переживать, потому что благодаря этому вы сможете в дальнейшем планировать свои действия и расходы. И накопить снова вам будет гораздо быстрее. Некоторых во вторник ждут неожиданные финансовые поступления. Постарайтесь их сразу не тратить. Если в четверг вас просят дать в долг, то давайте. Но если человек действительно нуждается в финансовой поддержке или в помощи, в дальнейшем вы можете простить этому человеку часть этого долга. В пятницу и в субботу вам, водолеи, не стоит соглашаться на подработку, потому что заработок будет не настолько быстрым, как вы планировали, и не настолько большим, как вам обещали. Конец этой недели не будет баловать неожиданной прибылью. Однако вы сможете в эти выходные найти новые возможности для получения дополнительных денег. Рыбы. Если рыбы планировали на этой неделе крупные перемены или ремонт, то стоит начинать прямо с понедельника. Правда, ремонт вам обойдется значительно дороже, чем вы рассчитывали, как и другие крупные покупки. Крупное приобретение лучше вам, рыбы, запланировать на вторник и четверг. Также в эти дни хорошо договариваться и оплачивать услуги рабочих. Не стоит на этой неделе экономить на одежде и косметике, особенно если вы давно что-то планировали купить. И не стоит вам на этой неделе покупать подделку. В четверг и пятницу вам захочется расширить свои знания и приобрести обучающий курс или пройти повышение квалификации. В эти дни лучше подберите то, что вам нужно, а оплатите уже на следующей неделе. В субботу вы будете погружены в свои заботы и дела, и вам будет некогда планировать свои бытовые расходы. Поэтому лучше совершайте покупки через интернет. При посещении магазина вы можете слишком много потратить. Воскресенье – отличный день для медитации на финансы. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока-пока.